Всем привет, с вами Михаил Супер, и сейчас у меня корч в GTA 4, ВАЗ-2101. Давайте посмотрим поподробнее. В общем, вот так выглядит наш салон гиперкара. Погнали, прокатимся с ветерком. Просто шикарно управляется. Такой корч, короче. Вот такая вот у нас копейка. Она очень-очень быстрая. Можно вот так вот боком валить. Очень клевая тачка, мне нравится. Дрифт Кинг. Капиндос. Четко всех обхожу. Лол, а что колеса отвалились? Интересно, это с меня отвалились колеса? Просто четко. Автомобиль реально крутой. В заносы ходить вообще одно удовольствие. Ссылку оставлю в описании, те, кто захочет скачать. У меня стоит модификация Криминальной России 1.4.2. Вот, дополненная версия. Ну вот, я тут гоняю по городу, просто валю боком на ней. Вот так вот можно вылететь, но ничего страшного, сейчас мы добежим до нашего крутого автомобиля. И за нами никто не сможет погнаться и догнать, собственно. Отлично. Валит. Валит еще как. Шикарный автомобиль. Немножко, правда, мы его подразбили, но ничего страшного. Посмотрите, какой он мощный. Посмотрите, какие стойки у него. Вот даже сейчас проверим на бездорожье, а что будет. Вот сейчас едем тут. Разгоняемся. Вылетели. А полицейские уже так не смогут сделать. Прикольно, да? В общем, мне кажется, что если вы хотите добавить в GTA 4 какой-нибудь там корч, то вот этот автомобиль отлично сгодится. Он подходит под тематику игры. Вот. Управление классное вообще, то есть реалистичные повреждения, я считаю. Что вот, он может даже загореться. Что-то когда мы с вами вырезаемся, падают колеса. Вот, какие-то отдельные сейчас все отлетают. Например, дверь оторвалась. Да, и мы видим, что там идет конструкция какая-то. Вот. И у нас, значит, машина сейчас взорвется. Вот-вот она полностью деформируется. Зато можно валить боком. Хе-хе-хе. Классно вообще. Просто такая... Три шестерки еще надо подписать. У тебя тачка девица, но она все равно едет. И это копейка. Хе-хе-хе. Когда газовое оборудование поставил. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...